Другое ухажение. Представьте себе, что у вас есть разрешимое подмножество в n квадратах. Ну, что такое квадрат, все понятно, да? Это множество натуральных чисел, то есть это вот такие точки. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 и так далее. Вот представьте себе, что ведь все понимают, что это множество можно пересчитать, да? Вот так должен пройти, то есть это в некотором смысле то же самое, что это параметры, черное множество. Отлично. Пусть у нас здесь есть некоторое разрешимое подмножество. Отлично. Вот оно включает в себя какие-то такие точки. Не обязательно, да? Может быть, в какой-то ряд вообще без этих точек. Определение. Нижней точкой. Давайте будем звать такие точки, которые принадлежат нашему множеству, но при этом ниже них ни одной точки из множества нет. Ну, столько практикально. Вот скажем, того множества, которое я здесь нарисовал, три нижние точки. Вопрос. Если множество разрешимо, то множество его нижних точек разрешимо или нет? Можно ли при помощи алгоритма узнать, данная точка является нижней точкой разрешимого множества или не является? Когда вам дарим какую-нибудь точку, ну, например, вот эту, вы на нее смотрите и проверяете, она из множества или не из множества. Если она не из множества, ну, все, уже все, уже плохо. Если она из множества, то вы проверяете, где что под ней. Если их нет, то все хорошо, она нижняя. Если они есть, то тогда они должны не поддержать множества. Поскольку множество разрешимое, то все звучит. Отлично. А теперь тот же самый вопрос для перечислимого множества. Представьте себе, что у вас есть та же самая пустота. На ней отмечены точки с утра и как нам. И там дано какое-то перечислимое множество. Вас интересует ответ на такой вопрос. Множество его нижних точек перечислимо или необязательно? Ну, во-первых, оно, конечно, может быть перечислимое. Ну, например, если множество, все пустое, нижних точек у него тоже нет, а пустое множество, то есть перечислимое. После алгоритма нужно что-то делать и все. Или, если оно совпадает со всей решеткой, этот квадрат, то тогда нижние точки, это будут просто-напросто, эти точки. Ну и так далее. Есть много примеров, когда перечислили. А вот вопрос. Существует ли пример, когда не перечислили? Ответ. Существует. Существует. И очень даже легко его придумать. Вы помните, что существует перечислимое неразрешимое множество? Отлично. Вот давайте это самое перечислимое неразрешимое множество мы на оси натуральных чисел отметим. Итак, пишем А. Теперь перечислимое, но неразрешимое. А неразрешимое и перечислимое множество. А вот теперь я рассмотрю на плоскости некоторое множество точек. И задам вопрос, как выглядят его нижние точки. Множество будет устроено замечательным образом. Это будут точки вида А1, где А принадлежит А. А еще это будут все точки вида НЛ, где Н любое правильное начало. То есть смотрите, что я на самом деле делаю. Я беру просто диагонат, вот эту диагонат, да? Там, где НЛ, точка, которая координата 1,2. И ее целиком беру в нашу множество, диагонат, это НЛ. А еще я беру некоторое количество точек вот здесь. Не знаю, какие там точки входили множество А, но как-нибудь вот так. И теперь задаю вам вопрос. Как выглядят нижние точки этого множества? Значит, собственно, множество нехитрое. Это вся диагональ и вот эти точки. Ну, например, потому что А состоит из вот этих трех точек, вы хотите, может, там еще что-то есть, конечно, дальше. Вот, и тогда очевидно, как выглядят нижние точки. Это вот эта точка, вот эта точка, это, это, это. Господа, оба ситуации абсолютно непонятна. Оно неперечислимое. Вот это множество, вот это множество, на самом деле является неперечислимым, ребята. Объясняю почему. Если бы оно было перечислимым, то, когда меня спросили, вот эта вот точка принадлежит множеству А, или меня спросили, вот эта вот принадлежит множеству А, то я бы запустил процесс, и он бы рано или поздно, или сказал бы мне, что она принадлежит множеству А, или сказал бы мне вот эту точку. Но как только я узнал вот эту точку, то все. Иди, понял? Ну, с единицей, на самом деле, я здесь не очень хорошо это делал. На самом деле, чтобы это превратить в настоящее доказательство, мне надо было написать не Н, а Н, тогда бы вот эта множество звездочек было бы мне не прислалить. Есть? Вот, ребята, настоящий решение, как здесь, здесь того же Н плюс один, а там точка с данной А1. Есть в этом множество, вот это множество нижних точек такой конструкции. Было бы перечислим, то перечисляющая процедура на каждой вертикали рано или поздно дала бы или точку здесь, или точку там, и это отвечало бы на вопрос, принадлежит множеству А или нет. Продолжение следует... Продолжение следует...